Более ста человек в этом году стали участниками легкоатлетического забега в горках Ленинских. Соревнование проводится уже в шестой раз. Попробовать свои силы и покорить дистанцию мог любой желающий. Здесь очень все по-разному. Мы спрашивали сейчас и кто первый раз. Ну, наслышан по предыдущим годам от знакомых, они приехали первый раз поучаствовать. Но есть и кто у нас уже традиционно бежит. И вот прямо с 15-го года я вижу людей, которые уже набрались спортивного мастерства. Я думаю, что уже прибежали за результатами сегодня. Самому маленькому бегуну всего шесть, а верхней границы возраста и вовсе нет. Среди спортсменов – жители нашего муниципалитета – москвичи. Видновчанин Павел Умнягин в числе марафонцев впервые. Если я сегодня пробегу, у меня будет хорошее настроение, что я осуществил свою маленькую победу на сегодня. Это даст мне энергии двигаться дальше, делать что-то другое. Подготовка участников к забегу прошла по всем правилам, самое главное из которых – хорошенько разогреть мышцы перед дистанцией. И вот праздник спорта начинается. Звучит заветное на старт внимание марш, и марафонцы устремляются вперед. Ни дождь, ни прохладная погода не стали для спортсменов препятствиями. Самые маленькие сегодня бегут два километра. Более опытные участники – четыре с половиной и девять. Это, соответственно, один или два округа по территории музея-заповедника Горки-Ленинский. Такой уникальной, красивейшей локацией, пожалуй, не может похвастаться ни один российский марафон. На протяжении всей дистанции участникам при необходимости помогали волонтеры. А само место – заповедник Горки-Ленинский. С его атмосферой зеленой зоны стал еще одним вдохновением для бегунов. Все отлично, догоняем. Претендент на первое место в дистанции 9 километров определился быстро. Даниил Никитин из Домодедова уверенно вырвался вперед и дальше только наращивал лидерство. Прошло всего 36 минут и 21 секунда, и спортсмен уже на заветной финишной прямой. И, кстати, свое же собственное время Даниил улучшил. Я бегу Ленинский забег уже второй раз с перерывом в два года. Дистанцию я знал, в каком смысле не был готов. Было тяжеловато, но я справился. А вот третье место за нашим коллегой, корреспондентом телеканала «Видное ТВ» Дмитрием Книгой. Спортсмен он опытный, за плечами марафоны в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Нижнем Новгороде. Но пробежать у себя дома – это особое удовольствие. Сегодня отличная возможность. Спасибо большое Горкам Ленинским и управлению спорта, что сделали такой забег в день отмены московского марафона. У всех любителей бега появилась возможность пробежать, пусть коротенькую, но дистанцию здесь, в нашем муниципалитете. Одной из лучших среди женщин стала москвичка Евгения Яничкина. И хотя прибежала она вторая, но для нее это серебро с золотым отливом. Ведь сегодня Евгения дебютировала на марафоне. Ощущения вообще шикарные. Это первый забег на самом деле мой. То есть я всегда бегала сама, а здесь решила поучаствовать. Супер. Финальным аккордом Ленинского забега стало награждение победителей. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.